МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у этого выпуска. Символ можности и самоданности. Сегодня у Хониках открыли памятный знак у гонор-энергетиков, которые примали уделы ликвидации наступства авары на Чарнобыльской атомной электростанции. Маленькие вельми небеспечны ворох. Оборону лесу односякомых школьников сегодня обмерковывали на международном семинаре у Гомеля. Сябры и коллеги сегодня в Рогачевском районе прошла творчая стажировка процедуников замежных белорусских непрофессийных коллективов мастацкой творчасти. А зараз об этом меньшим больше подрабязно. Премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков уручил державные ознагороды большим ста лепшим представникам працованных коллективов. Церемония пройшла сегодня у Палацы Республики. У списи ознагородженных 112 человек. Аграры, работники лясной галины, навуковцы, будовники, супрацовники, податковых органов, журналисты. Сегодня у Хониках открыли памятный знак у гонор-энергетика у Советского Союза, якея примали у делу ліквідации наступства у авары на Чарнобыльской атомной электростанции. У гэтых работах были заденничаны каля 2 с половой тысяч супрацовников белорусской энергосистемы. На врачистую церемонию у Хоники приехали из разных кутков Беларуси, России и Казахстана энергетики-ликвидаторы. Рызыкуючи своим здоровьем, яны самоданно змагалися с небачным ворогом. Евгений Кухаронак протягнет тему. 32 годы минывалось дня аварии на Чарнобыльской атомной электростанции, а 26-е красавика и сёння – чорная дата у календары падей Гомельской области. Наш регион наибольшь за іншой Украине потерпел от катастрофы, нанесеную шкоду, як и трагедию в уголе, нельга вымирать с личбами. Так само, як и уклад нашего народа у ліквідацию наступства у аварии. Мы играли из гражданского обороны когда-то, бегали там, проводили учения, но подумать не могли, что такого может быть. И когда это случилось, фактически начинать надо было с нуля. Учиться, работать, переживать, терять людей, к сожалению, к великому. Ещё раз говорю, мы были не готовы, но очень быстро научились. Сегодня посмотрите, вот они почти все присутствуют, ну, кроме тех, кто ушёл. Но на самом деле они гордятся своим трудом. Это надо отдать должное. У нелёгкой справе борьбы с наступствами аварии на ЧАЭС было задействовано каля тысячи работников энергосистемы Гомельской области. Кожный четвертый сегодня протягивает працать. Многие на заслуженном отпочинку. Уси они опинулись у 1986-м у тяжких умовах, без спецтехники и пристасованию. Обстановка традиционная здесь была безусловно неблагоприятная. Дали мы накопители, сделали обмывочные устройства. Вода была привозная. Привозили консервы. Всё это дело делали, но тем не менее пыль. Мы, когда бельё отсюда привезли в Минск постирать, то его вернули обратно, потому что в Минске, в Белоруссии, не было места, где можно было его постирать. На момент товара мы жили в Дроньках, обслуживали сельское местное. Всё население эвакуировали. Мы работали, что солдаты были, сделали заактивацию. Мы их помогали обслуживать. Линии строили. Вспомогательные работы делали. Трагедия, саправдой, могла б иметь значительно большее масштабы, колебнее их самоданная праца и героизм. Заховать позвих ликвидатору на 100 годзе закликаны новый памятный знак, який разместили в городском сквере Хойников. На месте, где в 2016 годзе, с на годы 30-х годовины аварии на ЧАЭС, был усталеванный мемориальный гранитный камень. Новая скульптурная композиция для острова и в образы трех энергетиков за працей. Инициаторами взведения памятного знака стали ветераны энергетичной Галины Гомельской в области. А утром выступил белорусский скульптор Валерий Кондратенко. В дельнике урожистой церемонии наведалися и до помнека смутку. Там хвилины молчания ушановали память об ахвярах Чарнобыльской аварии и усклали кветки до постамента. Евгения Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомельс» Хойников. Як оборонить хвайовое насаджение от шкодников и хвороб лесу? Отказы на проблемные пытэнни шукали удельники международного семинару, и кисёння прайшоу у Гомели. Спачатку эксперты побывали у хвайовых лесах, где убачили пошкодженные вершинным караедом древы, а потом поделилися ураженними и вопытом на теоретичном этапе сустречы. Як змагаются с усыханием леса у нас и за мяжой, и доведалася Марина Джалая. Вершинный караед селится не только у коры древ, ен живе и у галинках. А в прошлый раз падение галинок за геттого жука в белорусских лесах назиралося 75 годов тому. Селета ситуация повторилась. С проблемой выросли, да помахчы, международные эксперты. Кожную хворую галинку треба убирать с лесу. Сробить геттой необходно до конца лета. Накш караеды застанутся у их на зиму. Праблема усыхания лесов за распаусюджывание вершинного караеду особливо актуальной для Беларуси, Украины и Польши. К тому зараз информационному взаимодействию с международными экспертами у галиней лесной господарки особливая увага. Очень важно мнение всех ученых, практиков, не только с Республики Беларусь, но и с определенных стран, стран Европы, стран Америки. Потому что все в большей или меньшей степени столкнулись с этой проблемой. И опыт борьбы других стран очень важен нам также для того, чтобы максимально короткие сроки минимизировать создавшуюся проблему. Кропкой адликой у проблеме заражения беларусских лесов караедом лечится 2015 год. Засуха им гненно поуплывала на резкое повеличение популяции жука. Эпицентр пришелся на Гомельскую область, как самую лясистую и самую засушливую. Могчимостей справиться с ситуацией худка не исновало. Летость успышка заражения так само была грандиозной. Единственный способ своевременно проводить рубки и сжигание порубочных остатков, когда короед находится там. Потому что три недели мы его не видим, как он заселился на дереве. Затем, когда он начинает под корой размножение, начинает дерево ослабевать и усыхать. Суцельную высечку летость провели на 25 тысячах гектаров беларусских лесов. Божь за полову на территории Гомельской области. Только сёли-то в регионе вырубили около 7 тысяч гектаров лесу. На жаль, докладные диагностики для ранних, а выявление короеда нема во всем свете. Але международные эксперты допомагают с методологией и укоронением в опыта краин, які так само сутыкнулись с проблемой усыхания лесов. Привезли сюда экспертов из Италии и Германии. Опыт Германии может рассмотреть более детально аспекты мониторинга и практики вырубки. Италия может поделиться опытом по методологиям и также определение мест для вырубки. Нам сейчас нужно сконцентрироваться на том, какое будущее будет в Беларуси, в беларусских лесах, и к нему подготовиться. Также необходимо рассмотреть возможности управления пострадавшими в этих территориях, потому что, возможно, в будущем имеет смысл высаживать не только сосны, но и какие-то другие виды деревьев, для того, чтобы снизить воздействие и улучшить ситуацию в будущем. Минулая дождливая осень и снежная зима одоліля сам достатково вильгатти. Дякуючи этому, древы здольны выделять больше смалы, и караеды не смогут истотно их пошкодить. Пакуль гэта только спадевання. Як усе буде на самой справе, покажет час. Марина Джала, Євген Макенка, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Гомельская мытня подвела выники оперативно-службовой деятельности в первом квартале этого года. Мытный кодекс Евразийского экономического союза, который начал деятельность с первого студента 2018 года, и по ширине электронного документа «Звороту» позволили скоротить термины выполнения мытных операций. Например, 92% грузовых автомобилей проходят в зону мытного контроля на выезде с краины за 30 хвилин, на уезде за 2 годины и худшей. При этом поток як грузового, так и пассажирского транспорта узрос. Управнание с аналогичным периодом минулого года удвоя повеличилася сумма пераличенных у бюджетных мытных платяжов. За три месяца гомельская мытня подрихтовала до разгляду больше, как 550 администрационных справ, а гульная сумма спагнанных штрафов – амаль 80 тысяч рублей. Изменилася и технология мытного оформления. Безусловный переход на декларирование с помощью информационных систем. То есть, соответственно, декларации подаются, выпускаются, проверяются, контролируются с помощью информационных систем таможенных органов, а также при контроле применяется система управления рисками, в результате которой таможенному контролю подлежат именно те партии товары, именно те лица, вероятность нарушения которых наиболее велика. На переддне надыходящего 25-ти годзе с дня утварения гомельской мытни пять супрацойников узнагороджены нагрудными значками за шматгадовую и добросумленную службу. Паромная переправа Праспрыпять в Житковицком районе працуя по регулярным графику. Кожную сотную годину с шастераницы до 21-й годины вечера паром отправляется сбоку Турова, кожную неотсотную сбоку Житковичау. Переправа функционуя параллельно с 9-шим понтонным мостом. За один рейс паром сдольный переправец 39 пассажиров, а так само 4-5 грузовых автомобилев и 20-25 легковых. При наявности великой колькости техники паром будет працевать по-за графикам. Сегодня в Рогачевском районе пройшла творчая стажировка простойников замежных белорусских непрофессийных коллективов мостатской творчести. Для простойников 9-й крайний свету я и организовал Республиканский центр национальных культур. Мероприемство наведал Олег Синсироу. Подобная стажировка проводится в третий раз Олег Рогачевщину простойники замежных белорусских супольностей наведываются в пешеню. Тут соправдуюсь, что показать гостям. Тем больше, что интересы до белорусской культуры в аудейнику творческой стажировки неподробны. Когда протягивает час, проживаешь за межами краины, начинаешь отчевать соправданную почувствую ностальгию и ожидание снова долучиться до культуры малой родимы. Их интересует все, что касается белорусской культуры. И вокальное пение, как аутентичное, так и стилизованное современное. Хореография, опять же, побытовые танцы и современная белорусская хореография. Декоративно-прикладное искусство, как изготовить, допустим, ляльку-оберег, как изготовить что-то из соломы, что-то из лозы, как сделать, допустим, ватинанку. У представников замежных белорусских творческих коллективов ведьми насыщенная программа на протягу ты дня семинары, состречи, майстер-классы и обовязковые творческие стажировки в одном из регионов. У Рогачевским городским доме культуры демонстрировать урывки с белорусских пьес и выполнять популярные песни «Я рок, мулин, бульба». Это, саправдой, национальная народная классика, якую ведают далеко за межами Краины. Ансамбль «Родная карани» у Армении и снова уже 20 годов, выступая на шматриких плясовках и завсюды с успехом. Армян приходит очень много, им интересна наша культура, и поэтому нас это еще где-то вдохновляет. Во-первых, наше белорусское посольство в Армении, они нам помогают, мы очень плотно работаем, они нас поддерживают литературой, вот костюмами, ну в общем, чем могут, они нам помогают. Сегодня за межами Краины проживающих больше 3 миллиона этнических белорусов, их диаспоры есть практически в всех краинах света, от Аргентины до Австралии, и всюду с упольностью мкнуться до пропаганды своей национальной культуры. Два года тому Ассоциация Беларусь-Калабрия створила на полдне Италии танцевальный коллектив «Куполинка». Начинали с детского коллектива, именно детки, которые родились вот в таких смешанных семьях, где мамы наши, вот белорусские, папы итальянцы, но чтобы именно детям вот показать нашу культуру, чтобы они знали наши корни, вот, и вообще даже вот итальянцам, они очень тепло нас принимают, им очень нравится наша культура, наш танец, и вот мы решили больше сконцентрироваться на танце, вот, чтобы показать вот наши традиции, наши обряды. Творчая стажировка, мероприемство шмат-плановое, одной темой, и организаторы не обмяжовываются, это музей тайных гаючих рослин, это целый класс народной культуры, история, якой наличия напевно не одну тысячу годзе, что працанники музея, а просленных, яке можно сустричь, но в околе виски збару, ведусь напевно усе, як и коли сбирать, як правильно заховывать и уживать. Не все ведусь, а не сгодно с народными поверами, травы, гадающие добрый оберег, чабрес, например, очищая ауру, а иван-дамары, дозволяющие заховывать шлюп на долгие годы. Причем, коли ровить вот такие оберег страв, необходимо обаяцово выкрасывать червоную тканину, и она обороняет дом от темных сил. У Республиканским Центре национальных культур кажуть, что маече намер проводить 100-годовые творческие стажировки представников замежных белорусских творческих коллективов и надалей. У речи это доброе дополнение до Международного фестивалю белорусов света, яке проводится один раз у три годы. Олег Снятеров, Валерий Гапанько, телерадио компания «Гомель», Рогачевский район. Малявничий куток дикой природы у картинной галеры Гаурила Вашчанки. Тут открылась выстава «Заопарк» «Парад Малпау». Наведвальники окунутся у свет тропиков и доведаются шмат цикавого про экзотичных насельников нашей планеты. Вероника Ворошилина протягне. Веселые малпы, шиншилы, попугаи, лемур, дикобраз, насуха и разные иншие представники тропичной фауны на некоторый час стали насельниками картинной галереи Гаурила Вашчанки. Уси яны любят детей и увагу до себе. Выстава «Заопарк» носить интерактивный характер. Под наглядом администраторов юные наведвальники могут экзотичных живел гладять, брать на руки, фотографовать и навод кормить. «Мы даем погладить животных, обезьян, лемуров, попугаев. Можно, скажем, подойти, потрогать. Кто хочет, может сфотографироваться с ними. Также мы рассказываем про них, как они питаются, где обитают. Показываем, как можно кормить. И детям можно кормить. Мы показываем, кого можно. Они большинство фруктовыш любят. Конечно же, обезьяны, они же любят бананы. Белоносая мартышка Маша и зеленая Коля, макакарезус Тимати и насуха Алиса. У каждого представленного зверка своя мянушка и характер. Тут есть самая маленькая по своих померах малпочка у свете, белауха и грунка. Самая ж старейшая представница примата на выставе – 16-годовая макакарезус. Большаясь малпа, как и инших, их затышных живел экспозиции, вельми гулевые и ласкавые. Яны легко идусь на контакт с наведовальниками и дороть позитивные эмоции и детям, и дорослым. Мне понравился дикобраз, потому что он ласковый, игуана, она приятная. Мне понравились обезьянки, как они бегают, садятся мне на руки. Все животные красивые и интересные. У выставе зоопарка «Парад Малпа» можно так само обащить зеленую игуану, тыгрового питона, низкого крокодила, янута полоскуна, чернокрылого тукана. Кап провести вольный час веселый с корыстью, наведовальникам достатково запомнить некольки нескладанных правилов. Не просовывать пальцы у клетку, не заходить в загородженные зоны и брать на руки только тыг живел, яких дозволяют администраторы. Вероника Ворошилина, Йоген Макеенко, телерадоя компания «Омель». Эфир телеканала «Беларусь4» продолжает «Дефакто» в студии. Алексей Немкевич, здравствуйте. Сегодня стали известны результаты ряда проведенных экспертиз, назначенных управлением по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Гомельского облсполкома по факту задержания наркодилера вблизи деревни Белица Жлобинского района. Напомним, оперативники в марте этого года провели успешную операцию по раскрытию канала поставки на территорию Республики Беларусь из Российской Федерации опасных наркотических средств на 211-м километре автотрассы Минц-Гомель вблизи населенного пункта Белеца Жлобинского района оперативники при поддержке бойцов ОМОНа остановили на трассе автомашину БМВ. Несудимый ранее мужчина возвращался из Минска в Гомель и подозревался в перевозке наркотиков из Москвы. При проведении личного обыска у него были обнаружены изъяты два полимерных свертка с порошкообразными веществами белого цвета. В автомобиле оперативники нашли еще несколько подобных пакетов. Сотрудниками нашего отдела был проведен ряд экспертиз, согласно выводам которых в представленных порошкообразных веществах содержались особо опасное наркотическое средство кокаин, особо опасное психотропное вещество амфетамин, растительное вещество являлось опасным наркотическим средством гашиш. За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Паводковая обстановка в области пока не стабилизировалась и продолжает усложняться. В Добружском районе увеличилось количество подтопленных подворий. Через райцентр протекает две реки – Харапуть и Ипуть. Вторая, более крупная река, накануне стала источником неприятностей для местных жителей. Работниками МЧС проводится круглосуточно мониторинг паводковой ситуации на территории Гомельской области. За прошедшие сутки зафиксированы подтопления в городе Добруж паводковыми водами от реки Ипуть. Это три хозяйственные постройки и три подворья. Помимо этого, в Добружском районе от реки Харапуть подтоплены один участок дороги, 85 подворьев, 18 подвалов жилых домов, 68 хозпостроек. По состоянию на утро 25 апреля в области зафиксировано подтопление 12 участков дорог, 145 подворьев, 18 подвалов жилых домов и 74 хозпостроек. В Реческом районе, работавшие на субботнике, сотрудники МЧС случайно нашли целый склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В трех километрах от копаний, где спасатели сажали деревья, один из работников, нажав на штык лопаты, услышал металлический скрежет. При проведении республиканского субботника на территории Реческого лесхоза работниками Реческого районного подразделения МЧС при посадке деревьев были обнаружены противотанковые гранаты и винтовочные патроны, о чем было сообщено саперам. Прибывшие саперы извлекли 13 ручных гранат, 9 запалов к ним и 583 патрона калибра 7,62 мм. Все найденные боеприпасы оказались советского образца времен Второй мировой войны. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Гомельчанка Мария Денисова в финале молодежного чемпионата Европы по боксу турнир проходит в итальянском городе Розетто де Ли Абруци. Выступление на континентальном первенстве Мария Денисова начала со стадии полуфинала, в котором досрочно победила россиянку Юлию Арефьеву. В поединке за золото белорусска сразится с украинкой Марией Ловачинской. В первенстве Европы среди юниоров принимают участие почти 340 боксеров из 39 стран. Лучшие получат лицензии юношеских олимпийских игр, которые в этом году пройдут в Аргентине в Буэнос-Айресе. В Гомеле завершился чемпионат области по плаванию. Состязания проходили в областном центре Олимпийского резерва по водным видам спорта. Победу в командном зачете одержали хозяева, спортсмены Гацор. Серьезную конкуренцию им оказали воспитанники Жлобинского центра Олимпийского резерва. Они в итоге расположились на второй строке в общем зачете. Замкнула тройку сильнейших команда советского района Гомеля. На чемпионате области разыграли медали в 21-й дисциплине. По итогам соревнований будет сформирована сборная области для участия в чемпионате Беларуси, который пройдет с 1 по 3 мая в Бресте. В Гомеле проходят республиканские соревнования по выполнению нормативов государственного физкультурно-оздоровительного комплекса среди учащихся учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования. Министерство спорта и туризма и Министерство образования возобновили систему спортивных состязаний в подобном формате. В течение года в них участвуют как школьники и учащиеся, так и взрослые. Трехдневный спортивный марафон в Гомеле проходит во дворце легкой атлетики. 104 участников в составе 13 команд соревнуются в нормативном многоборье в беге на 30, 1500 и 3000 метров, в челночном беге, поднимании туловища из положения лежа, отжимании от пола, прыжках в длину с места, наклоне вперед из положения сидя и подтягиваниях. В заключительный день 26 апреля пройдет награждение победителей. По итогам соревнований будут подведены итоги командные, то есть команда лучшая победитель среди учреждений профессионально-технического и команда победитель среди учреждений средне-специального образования будут награждены кубком, дипломами и медалями. Призеры будут, соответственно, тоже награждены медалями и дипломами. Ну и будут, конечно, оценены дети и в личном первенстве. Тренеры республиканского уровня присутствуют на подобных соревнованиях, чтобы не упустить талантливую молодежь. По итогам соревнований результаты анализируют специалисты. Уже за последний год в стране нагрудный знак государственного физкультурно-оздоровительного комплекса получили около 1500 человек, выполнивших нормы. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.